Новые правила от Кабмина вступили в силу еще 8 мая. Теперь каждый продавец бытовой техники, будь у него маленький ларек, контейнер или большой магазин, обязан иметь кассовый аппарат. Интересно, а на привозе уже выдают чеки за флешки и зарядки для мобильных телефонов? Проверим. Наш Рома отправляется на ревизию. По легенде, он очень щепетильный покупатель. Без чека на товар даже смотреть не будет. В этом ларьке мобильные телефоны и ремонтируют, и продают. О чеках нет, не слышали. Помогу тебе на листочке, если хочешь написать? Хочешь просто мой номер написать? Дам визитку свою, а там я тебе напишу, что ты купил. Весь привоз от наших вопросов о чеках был и бескуражен. В этих широтах таких слов давно не слышали. И о новой норме от Кабмина тоже не знают. У нас нет кассового аппарата. Максимум, что я могу, это выписывать от руки. Да и гарантия на товар на привозе, похоже, не востребована. Не, ну что гарантия? Включил, работает. Что еще за гарантия тебе надо? Ну, не знаю, мало ли она сломается. Она сломается. Если ты ее не будешь сломать, она не будет ломаться. То, что мелкие торговые точки не спешат обзаводиться кассовыми аппаратами, не удивлен Павел. Эту кухню он знает изнутри. Сам занимается техникой и мобильными аксессуарами. На кассовый аппарат нужно будет покупать ленту, насколько я знаю, плюс обслуживание 300-400 гривен, плюс обучение. То есть придется мне изучать, либо нанимать какого-то человека. То есть это достаточно дорого. Подсчитываем затраты. Покупка кассового аппарата обойдется предпринимателю от 5 до 8 тысяч гривен, плюс обязательное абонентское обслуживание. Без него налоговый аппарат не засчитает. Это еще 300-400 гривен. Плюс оплата за интернет. Услуги бухгалтера, заправочная лента. Всего набегает около тысячи дополнительных гривен в месяц. Как правило, такие затраты лягут и на стоимость услуг, предоставляемых на стоимость товаров. И, соответственно, конечный потребитель вряд ли захочет по завышенным ценам покупать товары. Экономисты подсчитали, бытовая техника и мобильные станут дороже на 15-20%. Повышение коснется 300 товаров, которым обязательно нужен чек. Попадают в список вся бытовая и компьютерная техника, телевизоры, холодильники, бойлеры, плиты, вплоть до жестких дисков и компьютерных мышек. Если речь идет о каких-то больших крупных магазинах, у них и так есть кассовые аппараты. И эти кассовые аппараты находятся и на учете, и они сдают отчетность. Если речь будет идти о том мелком предпринимателе, субъекте предпринимательской деятельности, который где-то на базаре торгует просто счетными машинками, маленькими калькуляторами, то для него это серьезная будет нагрузка. Под раздачу попал мелкий бизнес. А вот чиновники нововведения назвали очередным шагом в Европу. Если вам выдают чек, вы сможете смело судиться за некачественный товар. Сегодня продавец, независимо от того, что есть кассовый аппарат или нет кассового аппарата, он оформляет покупку полностью официально, поставив штампик, заполнив гарантийный талон и будучи зарегистрированным субъектом предпринимательской деятельности. Поэтому права покупателя в данном вопросе защищены. Кстати, правило касается интернет-магазинов. Прислать электронную книжку или телефон вам теперь обязаны вместе с фискальным чеком. Эксперты прогнозируют, в сети будут обходить закон. Продавать технику через частные объявления или прикидываться комиссионкой. В тень уйдут и обычные торговые точки. Здесь возможен и своеобразный фейс-контроль. Приходит в магазин покупатель, продавец смотрит, оценивающий на него. Одному выдает чек, другому не выдает. Спрашивает, вам точно нужен чек. Если продавец, покупатель не требует этот чек, ему не выдают. Мелкие торговые точки уже готовятся к дополнительным затратам, а налоговая – к проверкам. Будут находиться огромное количество проверяющих людей, которые будут норовить прийти и проверить отчеты в этих кассовых аппаратах.